привет привет и сегодня я расскажу вам как очень просто и легко обновить свой nexus 6 до последней версии android n в данном случае уже известно название android нуга в описании к видео я дам ссылочку по которой вам нужно будет пройти авторизоваться в свой google аккаунт дальше вы попадете на страничку регистрации устройства в бета-тесте там нажимаете зарегистрировать принимаете условия соглашения и все теперь вам остается ждать только когда обновление прилетит именно на ваш nexus в данном случае мне уже прилетело то есть нужно вручную проверять идете телефоны обновления проверить 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 в течение 10 минут обычно приходит но мне по примере обычно так даже пяти пяти минут так вот обновление будет установлено бла-бла-бла мультиоконный режим ответ сразу уведомлений и так далее это предрелизная версия содержащие ошибки ошибки и дефекты и может ненормально функционировать вообще и читайте об этом больше на android.com слэш бета в общем скачается и я думаю мы быстренько пройдемся по менюшке ну по менюшке настройки 1 ну что же обновление скачалось сейчас идет ведется его проверка загруженная проверена давай теперь запустим установим ну ка зачем этот таймер 5 4 3 2 1 так что мы успели пока прочитать многооконный режим супер режим энергосбережения какой-то который экономит заряд даже во время по-моему во время любой блокировки дисплея не помню даже не блокировки короче фиг его знает постоянно экономит заряд это мы сейчас узнаем прогоним антуту тестер антуту бенчмарк 3d марк гиг бенч но игрушки думаю как погоняем также посмотрим приложеньки в мультиоконном режиме как они работают и насколько это вообще сказывается на автономности ладно прокрутим видео до момента когда уже начнется активация системы немножко анимации вроде все еще обновление android на самом деле было бы неплохо если бы он просто нафиг затер уже существующие приложения фотография результаты бенчмарков потому что еще теперь ждать пока он обновит это все ну ладно давайте подождем вот она наконец-то ну ка чё у нас тут выдает так надуваясь у нас развернута программа android бета позволяет ухты youtube чик короче позволяет протестировать предрелизные версии android n для того чтобы почитать больше опять же перейдите по ссылочке окей так шестеренки какие-то а просто смахнуть можно можно кстати он нехило так нагрелся очень даже я думаю сейчас остынет так ну ладно разблокируется вроде нормуль ладно что это что происходит подсказки понятно то есть он нам намекает чтобы нам стоило сделать в первую очередь google у нас вроде настроен вроде так блокировка не надо сменить обои ладно оставим этот пункт пока что я не очень понимаю к чему он вай 144 мегабита неплохо так блютузик тоже но вроде ничего особо тут не поменялось пока что передача данных циклы всякие так экран адаптивная регулировка два подтягивания раз быстро и первое подтягивание быстро и меню доступа а вот так вот развернуть ну ка вай фай я так понимаю передача данных батарейка режим не беспокоить фонарик автоповорот блютуз вот это что это такое если нажму а просто кнопочка с информацией понятно ладно режим полета думаю понятно передача данных ночной режим ох ты что за чудо такое я так полагаю это для того чтобы вам было легче засыпать то есть глаза меньше раздражаются я думаю видно что оттенок поменялся вот ой 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 в общем думаю заметно только что он не всегда выключается с этой кнопочки всегда в общем я думаю видно что оттенок меняется погоняем пока на обычном так яркость заставка часы ладно уведомление тоже настройка уведомлений звук послушаем ну понятно так хранилище батарейка память пользователя ну-ка ой 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 что у нас тут за игрулька здесь вообще есть игрулька почему-то мне кажется что он игрульки здесь нету ну ладно так номер сборки вот это у нас самый актуальный последний на момент съемки память свободно 2 и 3 гигабайта слушайте это очень хорошо обычно ну android 6 5 занимали там под гиг ну там 900 800 646 мегабайт у нас уже установлены всякие программульки очень даже мне кажется хорошо хранилище как-то по-другому выглядит немножко понятно пусто 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 данные кэша ладно пока наверное оставим кэш в приложении так многозадачность так вот эти тесты у нас все остались посмотрим что в камере поменялось вообще поменялось ли что-нибудь тот же самый hdr плюс мне кажется яркость стоит сделать немножко поменьше чтобы было видно это hdr плюс вспышка таймер круговая панорама панорама размытия настройки ну все так же 4k фронтальная full hd панорамы поставим на высокое так режим видео а у нас понятно что-то мне подсказывает что здесь абсолютно ничего не поменялось так же видео так же фото ну ладно с камерой думаю все понятно и теперь кстати окошки какие-то очень большие для превью ну как мне кажется что еще телефон посмотрим тоже что то все то же самое на самом деле сообщение но тоже менюшечка менюшечка в принципе тоже мне кажется по большому счету а ну давайте надо посмотреть режим многооконности кажется он включается как то так надо нажать подержать перетащить сюда чтобы разделить оба ну-ка смахнем смахнем что нам открыть во втором окошке пусть будет гикбенч не поддерживает разделение но тем не менее все равно у нас оно разделилось так вот так можно менять наверное соотношение размеров окошек оп я закрыл кажется так пробуем еще разок оп не поддерживает но опять же запустилась ладно это хорошо значит можно любые приложения точно впихнуть и они будут по идее работать так ну даже слушайте можно одновременно два крутить я думаю видно функционал на шестом андроиде ну где его активировали двухоконный режим там можно было взаимодействовать только с одним окном одновременно то есть пока вы в одном окошке второе двигать нельзя тут вот дела немножко поменялись ладно можно напрямую отвечать на уведомления давайте сейчас создадим с вами уведомление решила попробовать прогнать гикбенч в двухоконном режиме мы набрали 1097 на 3205 мне кажется что одноядерный результат по-моему даже больше чем при обычном тестировании сейчас мы с вами заскриним и посмотрим так у нас вроде должны были сохраниться скриншоты с предыдущей прошивки на устройстве на устройстве на устройстве ух ты да нет кажется не сохранились ну ладно в общем там было чуть чуть поменьше по одноядерному это точно что еще мы посмотрим мы же хотели вроде создать уведомление ну кстати работает в принципе так же плавно как и предыдущая версия даже я бы сначала не сказал что это бета вроде ничего не вылетает яркость правда наверх наверх решили разместить это не очень удобно признаюсь высоковато тянуться особенно при таком большом дисплее так ётка почему у нас крестик а у нас наверно отключены мобильные данные или нет а или да крестик пропал уже хорошо сейчас давайте я прогоню собственно все антуту антуту тестер 3d марк гикбенч сейчас еще что-нибудь докачаю не знаю например эпик цитадель и уже более конкретно с вами посмотрим что да как по производительности и по автономности потестируем уведомлениям ну-ка дисплей у нас не загорается уведомление кстати лампочка индикатор у нас не горит ну на стандартной прошивке не загорается так ну-ка можно тянуться до верха вот наши уведомленьки можно ответить ну-ка если нажму ответить а ответ прямо тут напишем привет и сюда можно ответить прямо тут но тут нам не хочется пока что отвечать это у нас сообщение такое большое уведомление теперь аж до краев приходят такие огромные широкие смотрите как они выглядят на разблокированном дисплее сейчас мы еще разочек нажали кстати здесь нельзя добавить фотографию или голосовое сообщение ну это я думаю можно сделать перейдя только в полноценную версию ватсап так нажали отправить оно улетело еще раз ответили нажимаем на само уведомление вот уже открывается здесь можно добавить фото и голосовое сообщение в общем такие же уведомления у нас касаются и других мессенджеров и сообщеник вот звонки у нас приходят полноценно на весь экран но звонилка в принципе не изменилась так что насчет бенчмарков ну основные тесты я попрогонял давайте посмотрим что у нас получилось так ну-ка альбомы так что-то он у нас притормаживает начал вот теперь нормально посмотрим 3D Mark ES3.1 1374 ES3.0 1973 а Storm Unlimited 24491 ну в общем результаты слегка повыше слегка ну примерно все в тех же диапазонах что и на шестом андроиде так Antutu у нас набрал немножечко меньше чем андроид 6 без шифрования и немножечко больше чем андроид 6 с активированным шифрованием вот без шифрования у нас набирал порядка восьмидесяти по-моему двух или восьмидесяти трех с половиной с шифрованием около семидесяти семи тысяч гикбенч примерно такие же результаты вот одноядерный режим немножко побольше по-моему мультиядерный тоже немножко побольше автономность вот очень важный фактор как мне кажется на предыдущей прошивке значение у нас было около 7600 то есть мы обгоняли Nexus 4 и были где-то вот здесь теперь у нас 6193 ну в общем пока что видимо с автономностью все чуточку хуже по крайней мере по синтетическим тестам так ну это у нас результат запуска в многооконном режиме еще что не очень хорошо так это то что не все приложения запускаются например яндекс навигатор у нас вылетает с ошибкой вот отзыв я уже отправил остается ждать пока это пофиксят и полагаю что исправить это должны в самом яндексе они в операционной системе android n так что ну давайте сейчас еще накачаю приложение и поработаем в многооконном режиме скачал гоночку cpu-z ram manager кстати тут с android n пришла поддержка open jail es 3.2 если я не говорил конечно очень хорошая штучка анонсированная в конце 2015 года ладно давайте сначала закроем все что у нас открыто ram manager сколько просит всего нету root прав реклама спасибо нет занято гигабайт ладно свернем cpu-z свернем car battle кстати интересно тут у нас многооконность сработает в таком приложении так и сложные инструкции которые мы почему-то не можем пропустить никак ну работает плавно игрушка так и не ну как плавно видели подергивание подергивание такие суровые причем теперь сделаем так не поддерживает разделение у нас была такая уже проблема с не поддерживаем разделением так вроде пихнули наверх нет с такой игрушкой у нас это не выйдет попробуем выбрать какую-нибудь другую что у нас здесь есть ладно попробуем с камерой оп 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 о камера поддерживает не поддерживает поддерживает и кстати она деактивируется пока мы с ней не взаимодействуем даже видео у кто выглядит необычно попробуем оу что произошло я вроде так что то о господи что за жесть ну меня и расплющило а если так повернуть ой ой куда жать то ладно видимо сфоткать мы не сможем но само по себе оно у нас работает и рам менеджер конечно куда без рекламы скип нет спасибо уже почти 2 гига потому что быстро мы всего лишь 2 программки открыли легкие и уже столько закушало попробуем передвигать а здесь у нас а вот и кнопочка для съемки так ах ты ну ладно камера у нас отключилась ну ну режим многооконности вообще работает в принципе неплохо поворачивается тоже нормуль вот такие программки не поддерживает но тем не менее работает я думаю видно два окна активные поворачиваем тоже замечательно попробуем что-нибудь попечатать в одной из них аааа хм замечательно а если так печатать интересно перекрывается нижние или они как-то сдвигаются ааа понятно оно просто закрывается привет ох ты китти титти ну в общем с многооконным режимом я думаю мы разобрались синтетические тесты я в принципе выполнил их я приложу в описании ссылку также на то на от обновления до андроида седьмого тоже приложу в описании и дальше я установлю уже циоген мод и там прогоню всякие синтетические тесты и четки узнаем кто у нас работает быстрее всех андроид 6 который с шифрованием или андроид 6 без шифрования или андроид 7 с шифрованием как его сделать без шифрования я пока что не знаю ну или циоген мод 13 основанный на андроиде 6 ну а так подписываемся ставим лайки тык-тык-тык пока